простые фишки как раскачать свое дело бизнес с помощью арома маркетинга они начали замечать рост доходов представляет повысить продажи обуви помогут ароматы друзья всем огромный привет меня зовут лена добро пожаловать на мой канал канал называется елена вау он про парфюмерию косметику и все те покупки которые доставляют мне и наверняка вам радость приглашаю стать подписчиком моего канала и после этого видео нажать лайк поставить сердечко и оставить комментарий потому что тема сегодня будет серьезная и интересная вы когда-нибудь замечали что прогуливаясь по торговому центру вы следуете в места с наиболее выраженным ароматом или задерживаетесь именно там где концентрация приятных запахов наиболее выражена так булочные специально выпекают булочки каждые полчаса чтобы аромат выпечки задерживался и соблазнял покупателей а печи духовые шкафы ставят как можно ближе к прилавку зачем далеко ходить самый любимый понятный нос аромат кофе да мы же буквально преследуем этот аромат пока не выпьем чашечку напитка макдональдс ведь сколько раз бывало заезжаешь только за кофе с пирожком на макдрайв а там такие ароматы что желудок берет над мозгом контроль и ты уже не замечаешь как уплетаешь за обе щеки вредный но такой вкусный бургер изучая парфюмерию я стала больше присматриваться к другим сферам где есть запах и аромат и подумала что эта тема невероятно интересно и добро пожаловать в мир арома маркетинга что это такое чтобы информация звучала не так как с википедии я выбрала самое основное чтобы тебе рассказать и дальше в видео ты знаешь простые фишки как раскачать свое дело бизнес с помощью арома маркетинга обоняние запахи самый сильный эмоциональный канал взаимодействия из всех чувств запаха есть способность влиять на поведение и запускать воспоминания почти мгновенно считается что наше обоняние влияет на больше чем 70 процентов наших ежедневных эмоций вот почему запах обладает способностью переносить вас в определенное время и место связываясь с определенной памятью и ощущениями используя запах бренды могут привлекать нас на более глубоком эмоциональном уровне и тут хочу отметить что арома маркетинг это не просто рассеивание аромата в пространстве это искусство передачи некой уникальности бренда сообщение аудитории когда запах сочетается с другими маркетинговыми сигналами понимаете он может усилить опыт бренда и установить длительную связь с потребителями а ведь только задумайтесь визуальный канал воздействия на нас буквально перегружен картинки инстаграм ролики на youtube витрины программы соцсети обилие визуального материала также и аудиоканал сколько музыки книг аудио посланий и мы столько всего слышим и видим что стали очень избирательным с нами становится тяжело связаться и только направление затронуть человеческое обоняние все еще пустая ниша думаю ненадолго немного истории как формировалась наука влияние ароматов на людей и так путешествие во времени ароматизировать помещение начали в европейских странах и в сша еще в 50-х годах но только с начала двухтысячных приятные ароматы стали использовать в качестве маркетинговых ходов идея стратегически ароматизировать интерьеры зданий родилась 1976 году когда марк элитер некий техника оказался в юристском лесу он заметил что свежий аромат пропитанный дождем папоротников и другой зелени заставлял его чувствовать себя спокойно и расслабленным он задался вопросом если способ привнести этот свежий аромат в здание и начал пытаться создать устройство чтобы это произошло в конце 70-х удалось изобрести первый коммерческий ароматизатор первыми клиентами ароматического маркетинга были казино в лас-вегасе еще в 70-х годах курение в общественных местах было конечно обычным делом а в казино существовала проблема запаха сигарет чтобы избавиться от запаха сигаретного дыма таким образом в казино установили ароматизаторы когда в казино начали исходить ароматы они сделали это чтобы сделать атмосферу более приятной но друзья мои произошло интересное явление они начали замечать рост доходов представляете вот еще вам парочка примера того как через ароматы стали управлять нами и нашими эмоциями в офисе одного турагентства были установлены морские и тропические ароматы которые погружали клиентов в атмосферу отпуска в жарких странах это позволяло им охотнее выбирать туры и быстрее принимать решение успешный кейс от петербургского ресторатора александра затулеветрова приятный классный кейс один из ресторанов санкт-петербурга успешно применял аромамаркетинг и поделился этим опытом запах горячего шоколадного десерта в включали около 200 именно в это время гости ресторана почти доедали свой ужин люди улавливали волшебный аромат и начинали спрашивать а можно заказать десерт детских магазинах все чаще стали распылять ароматы а такой сахарной ваты и жвачки и согласитесь это гораздо лучше чем запах тех же пластмассовых игрушек теперь дети стали проводить в таких магазинах на 40 процентов больше времени итак я за легкость в усваивании информации и тут предлагаю вам несколько идей как можно дополнить впечатление от вашего бизнеса вашим клиентам через ароматы готовы итак обычная ароматизация воздуха запах может управлять поведением клиентов и это факт также запахи могут изменить то как ваши клиенты чувствуют себя и взаимодействуют с предметами вокруг них клиенты которым нравится запах вокруг скорее всего будут более открыты к просмотру продуктов и конечно рассмотрению дополнительных услуг поэтому подумайте например если у вас мебельный магазин какие ароматы могут усилить впечатление от вашей продукции может следует усилить запах дерева если у вас магазин кожаных вещей а повысить продажи обуви помогут ароматы натуральной кожи которые будут ассоциироваться с качеством и богатством даже если вы владеете магазином дорогой обуви это не означает что ароматизация не требуется запах от дорогих кожаных изделий может просто не ощущаться другое дело заходишь а там аромат дорогого кожаного деревянного парфюма ароматизация воздуха в любом помещении помогает создавать определенную атмосферу и настроение такие помещения уверенно хочется возвращаться вновь и вновь нужно глубоко подумать и поискать примеры того как лучше оформить аромат вашего магазина если у вас салон красоты или косметологический камень кабинет ароматы чистоты или наоборот натуральных трав могут могут быть также уместны крутой пример в моей памяти это отель de paris в одессе там просто невероятной кожаный удовый аромат и в лобби и в самих номерах я этот аромат не перепутаю никогда тем более что косметика отеля они выбрали один из моих любимых брендов мимо и используют гели для душа косметику для тела с ароматом айриш лизер второй вариант продвижения вашего бизнеса друзья мои это использование арома сувениров подарки или комплименты клиентам можно делать используя сувениру к примеру сувенирный и сувенирная ароматизированное мыло с логотипом компании или подарочный набор который принесет наслаждение клиенту за сделанную покупку если вы онлайн магазин чего угодно что мешает вам если это уместно положить пакетик саше в коробку с покупкой клиента в качестве комплимента и тогда аромат который сопутствует ваш товар станет частью вашего фирменного стиля казалось бы такая мелочь но этот ход даст возможность отразиться в памяти у ваших клиентов для этого протестируйте ароматы какие из них больше передает концепцию вашего бренда если у вас классная мойка авто или авто салон используйте качественный ароматизатор с вашим лого для покупателей вы мастер причесок масло для кончиков фирменной бутылочки с вашим логотипом точно выделит вас из сотни других мастеров двигаемся дальше арома полиграфия сегодня любую печатную продукцию можно ароматизировать вы агент недвижимости подчеркните ваш статус визитка с нишевым ароматом вы психолог я уверена что лаванда лемонграсс или цитрусовые останутся в памяти клиентов как что-то приятное о вашей деятельности согласитесь каталог турагентства который пахнет морским бризом гораздо атмосфернее чем просто листать макулатуру с ее естественным ароматом здесь очень важно сделать опрос изучите понять какой аромат будет работать на вас лучше какие ассоциации он вызывает друзья я надеюсь что этот выпуск про арома маркетинг был для вас очень полезно и вы подчеркнули для себя какие-то инсайты интересные идеи и буду очень рада если вы какие-то идеи тоже напишите как арома маркетинг в конкретном вашем деле в вашем бизнесе может помочь вам развиваться ваши все советы рекомендации а будут полезны всем тем кто читает комментарии тоже словит какие-то интересные фишки под этим видео спасибо за просмотр до новых встреч пока пока